мои дорогие всем здравия души и тела и гармонии во все времена я предоставляю вам сеанс читывание информации с тонкого плана с Ольгой Сорокиной по теме биороботов недавно прошел эфир тема достаточно животрепещущая очень много комментариев очень много вопросов и мы специально пошли разобрать эту тему более детально очень много действительно нюансов вышло в сеансе но самое главное вышло предупреждение нам очень настойчиво просили стучались во-первых к нам с этой информацией и передать вам чтобы рассказать о теме гордыни в отношении биороботов у многих людей может возникнуть чувство превосходства что я вот такой а тут вот какие-то там недоделанные и это ловушка ловушка опять же каждому человеку если у него вылазит эти состояния обязательно отслеживайте в момент прослушивания этой информации если у вас это чувство превосходства если есть мои дорогие и не только в отношении допустим биороботов каких-то национальностей других людей с какими-то другими состояниями поведения над этим нужно сегодня работать если вы считаете себя духовно продвинутым и развиваетесь в этой сфере кроме этого на этом сеансе очень много будет освещено вопросов таких как как устроены нити существа что у них вместо души может ли два таких существа биороботов родить ребенка с душой при каких условиях они становятся человеком с душой как найти общий язык с этими существами под какие задачи они сотворены тут очень интересно вот этот момент и как сущности подключается к этим существам и людям и помните что когда ты начинаешь понимать врага ты начинаешь его любить с любовью с любовью и благодарностью слушайте этот сеанс именно к этим живым существам и возможно если даже была у вас гордыня вы увидите что она исчезнет очень жду ваши комментариев вопросов пишите будьте доброжелательны и вы увидите как вселенная вам вас до столицы во много-много раз за вашу сердечность люблю вас предыдущем сеансе ты говорила о пустых оболочках людей можно их назвать биороботами про них ли ты видела это что какая-то часть пойдет именно туда по направлению куда их направит кукловода это цифровизация это цифровой рубль и все и же с ними связано до такой образ наш как в сети интернет вот есть канал есть эти боты до искусственные подписчики или как боты которые могут с тобой общаться даже некоторые даже разговаривать и даже прописывать вопросы и ответы которые ты подсознательно как бы ждешь или задаешь то есть вот они как бы считывают да это условно говоря с пространством и при этом это бот если ты ему задаешь какой-то более сложный вопрос конечно он тебе на него уже не ответит у него потому что нет этого ответа да он не запрограммирован просто на это вот если это перенести на человека то это да такая биологическая просто структура у которой естественно есть свой определенный уровень сознания ну вот многослойные до сложно устроенной энергетической матрицы но души да по-другому там нет а что вместо вот этой многослойной матрицы как она выглядит пусть покажет у них вообще не знаешь переходника вот этого вот никак то с технической точки вот есть компьютеры у него есть вход до для того чтобы можно было флешку туда вставить это вот как раз у тех тел у которых есть душа да то есть есть вход для вставки души словно передача информации по сути да 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 то есть флешка такая вставляется то есть флешкой душа накопитель она вставляется в биологическую матрицу и соответственно она считывает то что там на эту флешку занесено а эти биологические структуры которые без души рождаются они соответственно то есть там уже встроена какая-то программа базовая ну набор то так называемых функций но понимаешь как вот все равно вот попить на примере компьютера показывает они как с каждым разом как к усовершенствуются да то есть такое по техническое обновление программное обеспечение обновления они модернизируются они совершенствуются ну понятно новые программы туда да 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 они как бы переписываются записываются это прям в одном если взять вот и одну единицу которая живет здесь на планете земля да как вот условно человек то есть получается в одном воплощение на переписывается ли допустим вот убрали его с плотного плана потом следующая версия веду это как поколение то есть поколение вышло такое потом через сколько-то там времени вышло такое поколение да то есть они вот так обновили во времени я имею ввиду по временным промежутком то есть их обновили на вот это класса ответствии с реалиями жизни до обновляют так как нужно под реалии жизни и я все пытаюсь понять вот эту флешку то есть они они рождаются и у них как будто вот изначально нет этого окна гнезда куда можно ее вставить то есть куда всунуть душу ну не в солнце ну да да это грубо ну то есть гнезда нету вот как вот у нас есть гнездо подсоединяется куда же вот здесь этого то есть она не предусмотрена и то есть правильно понимаю что перспективы у них перерождение нету то есть если самой той структуры многослойной души нету который выходит потом переселяет сколько и другие тела другие пространства другие цивилизации то здесь не разовая жизнь тут тут очень интересно знаешь мне такую картинку интересную показывают что 2 даже почему-то слез наворачиваются не ставь чему но это в тебе есть душа хочу сказать и велосердие тяжелко получается если 2 логические оболочки каким-то образом при сбой программы смогли осознать себя индивидуальностью то есть они при определенном сбое вышли на другой уровень сознания так получается что они я не знаю насколько это правда значит я так прошибло вообще они как бы соединяясь вдвоем да ну как семья как мужчина и женщина они могут родить дитя с этой функции пожертвовав собой неправильно они передают часть вот этой энергии как две днк да ажан суда 1 туда и создают ребенка с этой функции вот так условие такое что оба они должны выйти на этот уровень составе если у одного есть другого нету соответственно образ творяются и даже если у них были какие-то там заложены таланты и потенциалы то есть они вместе с ними как туда растворяются погибают а если вот тогда показывали если их поселить одну единицу в среду где человеческую где любящую где очень много таких людей по сути там очень сильная энергетика которые они пропитываются и где тоже происходит осознание тоже показывали что есть версия что таким образом тоже у них получается в общем им дают возможность до быть тоже человеком я поняла но там то более наверное сложный процесс если это убрать одну единицу до это возможно тут просто факт в том что там надо настолько сбить эти настройки изначальные чтобы ну как внутрь это техническим да как компьютерным языком получать чтобы внутренние программы этой оболочки они условно говоря начали бы развиваться самостоятельно да и прописывать для себя новые программы то есть это такой более сложный серьезный механизм и он действительно до возможен только в случае погружения в определенные условия энергетические то есть изначально даже в пустой оболочки в ней же есть так называемая искра творца до творца света любви добра в каждом живом существе она есть и под влиянием высокоразвитых наверное осознанных вот этих душ энергии попадает в эту среду и главное он сам должен еще этого захотеть вот еще в чем смысл за именно эта единица она должна осознать себя индивидуальностью это это первый момент с одной стороны да то есть идет как бы отсоединение от системы что я один вот такой да я индивидуальный уникальный уникальный да и в то же время ну надо войти вот ну как бы примкнуть к свету творца до к истинному вот к душам чтобы он увидел что такое но почувствовал по крайней мере смог ощутить вот эту свет до любовь искру вот эту энергию и захотел стать таким уже как кинофильм про электроник и тогда соответственно будут в дальнейшем мы после окончания жизни физической принимать решение о дальнейшем путешествие то есть ну это должна быть очень класс это еще очень сложный процесс на самом деле то есть чтобы за одну жизнь человек вышел на этот уровень осознал принял себя тут не у всех душой это получается ну это возможно да это возможно а есть какие-то уже вот реальные кейсы истории пространстве здесь на планете земля у нас были такие тоже же эксперимент селены такое они безусловно были я просто вот хочу так скажем подсчитать мы был кстати не не так много у меня не идет точная цифра но что было не так много и почему-то крутится все таки у меня в голове одно что обычно это талантливые какие-то люди обладающие талантами изначально ну то есть на каждую физическую биологическую оболочку на определенных количествах всегда раз должен рождаться какой-то выдающийся там экземпляр так скажем вот им наверное проще этого достичь потому что творчество оно само по себе путь творения до путь творца это путь свободы прежде всего и путь отсоединения от шаблонов а вот я поняла суть то что это изначально опять запрограммированная возможность чтобы определенным биологическим оболочкам можно было выйти на этот уровень ну то есть заранее программа то есть кому-то ни при каких условиях нельзя выйти даром это есть некая программа да то есть это заложено в потенциале что если он будет развивать определенные свои таланты через творческий аспект он придет к пониманию осознанию себя ну причем творческие моменты там могут быть достаточно сильными почему тут на уме крутится там художники поэты музыканты то есть так прям резко сбил роботов такие творческие а у них понимаешь у них понимаешь вот у них настолько там как программа это вот заложено прописано я поняла они уже сидят и строчат все я поняла сидят и строчат от меня здесь можно сказать что роботы да может быть кому-то не понравится эта новость но не все конечно поэтому мне прям конкретно не показывают там пушкин не пушкин к примеру да но показывать что вот есть конкретно там но условно да там на сотню биологических пустышек хотя конечно так наверно некрасиво называть в общем на 100 экземпляров да вот один будет как раз такой вот с такой программой да с такой программ робот который талантливый робот который за счет этого таланта может вот сейчас мурашки выбраться из этой матрицы человек до переродиться в душу то есть что его накопленный опыт сможет дальше путешествие но это имеется к ввиду как единица а в самом начале еще было показано что если это уже как раз не обязательно обладать талантами но если они тоже пришли к определенным осознанием один и второй да то есть мужчина и женщина не могут родить биологическое дитя у которой соответственно будет это гнездо а уже к этому гнезду может прийти любая желающая душа вот вот так отлично очень хорошо очень много биороботов среди близких до семьи хоть сейчас многим не пишут что вот у меня там родственники там мама братья там муж жена и так далее если какие-то рекомендации с ними взаимодействия то вот потому что они все равно же как ну программное обеспечение идет по своему пути там очень трудно взаимодействовать с этими людьми то есть может быть рекомендация человеку с душой как-то вот по-другому может быть относиться к ним если это четко не понимает что это с ними живет берут не такая картинка знаешь как инструкция надо как знаешь надо взять инструкции по руководству только у меня сразу вопрос только знать бы еще какой версии принадлежат это бы понять какую инструкцию читать с ними по инструкции правильно имеется ввиду что желательно выяснить по какой заданной программе они же воплотились но это сейчас очень интересная рекомендация также как у меня будет возникать вовремя 9 инструкций кто дает я понимаю нет нет индификация да ну то есть там фактически каждый год и до рождается но новая серия так скажем с новой модификации вот надо понять что это за серия какие основные функции задач она выполняет для чего для того чтобы разговаривать на одном языке то есть то есть так стоп сейчас мысль уловила то есть для чего этот робот сделан вот я услышала такую ну да его его цели здесь пребывание функции у них у всех есть свои цели задачи и набор функций которые не могут выполнять и они понимают естественно только на этом языке если что-то из их картины мира выбивается то есть у них нет дальнейшей инструкции программы как с этим быть поэтому естественно они могут и агрессировать и раздражаться пытаться так скажем навязывать свою картину мира потому что другой они не знают у них это не встроено и здесь ну несколько вариантов то есть либо ты под них подстраиваешься разговариваешь с ними на их языке в их картине мира ну например он агрессивничает он с тобой на агрессивных нотах с ним также на агрессивных нотах надо говорить да нет можно просто уйти и все ну как бы зачем вообще с ним тогда разговаривать то есть посылать надо будет надо понять что его выводит на агрессию вот надо вот этот принцип то есть он агрессивничать не просто так он что-то не понимает но не понимает он поэтому у него реакция вот такая да он проявляет агрессию надо понять что он не понимает можно еще им показывать другой вариант картинки картины мира да как кино вот у меня идет такая фраза что чтобы они это как фантастический фильм смотрели знаешь вот мы же смотрим фантастику мы думаем что не такого не может быть но нам это интересно ты имеешь ввиду смотреть на биороботов нет 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 биороботам предлагать видение своей картины мира как некий фантастический мир чтобы они по крайней мере в своей программе могли допустить возможные варианты таких событий понимаешь то есть чтоб они на тебя смотрели как на фантастический мир да ну типа ну как в кино показывают но такого не может быть нет не может быть ну то есть я предлагаю биоробду скажу вот ты понимаешь есть реинкарнация есть это но это мои фантазии вот ты можешь допустить что это в моей голове в моей фантазии гашну в твоей голове да в реальности типа нет вот так ну не пытаться ему это наказать доказать и навязать наверно так потому что большинство споров у людей конфликтов именно на базе того что один другому пытается это доказать но я типа вижу я же понял я осознал а почему ты не можешь но он не может потому что он не запрограммирован на это никогда по сути может не смочь это поэтому не надо ему это доказывать ну чё такая хорошая рекомендация а если ты хочешь поделиться чем-то то как фантастическую какую-то версию ты можешь показать сказать ты знаешь вот я перестал бояться и у меня в жизни вот допустим там произошла какая-то вот классная ситуация да вот я буду чудо да я просто перестал кстати чудо да вот у них вот эта программа чудес да и фантастики она кстати вот такая есть тоже они как сказать любят что ли условно говоря но они все склонны к магическим каким-то моментом мистике мистике да мистика потому что почему для них это мистика опять же за счет того что у них программы этой нет но фантастик и поэтому когда это вдруг возникает у них идет непонимание вау да как такое могу произойти не может быть это произошло да 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 а им это игру как кино можно показывать что вот просто это уже от самого человека зависит который общается да с такими людьми он должен вот именно как-то вот пространственно издалека показать что вот ты знаешь я перестал бояться мне так хорошо вот не надо ему говорить что ты можешь также вот просто посмотри на меня вот у меня там решилась ситуация этот именно на базе вот такого просмотра издалека как наблюдатель как зритель за фильмом у него действительно в голове могут рождаться вот эти новые до алгоритма прописывания но но новые дороги какой-то его то есть в принципе так мы зарождаем тоже у таких людей неровные сети неровные сети да 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 то есть опять не механизм показывают вот этих переключателей дорог как показывали ранее то есть игру им продлеваем как в игре то есть человек и делал и называют маленькую их выводим на новый уровень развития то есть в принципе если задаться целью то можно показать другой путь другую дорогу и даже вывести это человека на новый какой-то духовный духовное развитие но это должно быть именно не в таком формате что ты иди ты учись должен это понять осознать ну как мы причиняем до насильно то есть как только место на зарезе с какой-то злостью и и раздражением все тут дорог закрыт а вот сущности вот к ним также подключаются вот как как людям с душой и я хочу сказать что к ним вообще легко все что угодно подключается сегодня как ежики утыканы потому почему в принципе биологические оболочки они как бы кукловодам и нужны для того чтобы в них именно с помощью у них короче есть другие гнезда так скажем другие штепселя до астрального плана подключик да то есть к ним не может уже сформированную я имею ввиду биологическую вот оболочку которая родилась без души в нее при жизни душа не может зайти то есть априори да она там может переродиться возродиться после жизни там если как мы говорили он пришел к осознанием там может отделиться в процессе жизнедеятельности биологической оболочки то есть если кому-то надо но это конечно более сильные могут делать сущности это не все подряд они ну как могут подсоединяться управлять даже быть этим человеком вот вплоть до такого ну то есть какая-то разумная страда сущность дает него она прям высокого порядка то есть это можно также считать душой просто это душа ну низко вибрационная то есть есть высокая вибрационная душа есть низко вибрационная с другим посылом светло вибрационно да ну ну да можно так сказать и по сути эти биологические оболочки нужны чтобы можно было знаешь как даже там хочешь ты сегодня этот завтра тот послезавтра еще кто-то то есть может даже слышно перескакивать ходить одна потом выходе до заходить другая да как одержимость такая да но это именно этим обладают более высокого развитого порядка сущности более мелкие если ты имеешь ввиду паразитические сущности они просто ну как приклеились отклеили как крылья щи до к человеку труднее присоединиться ты имеешь ввиду обладающего душу на конечно человек ну это будем условно человек это с душой ты знаешь тут интересный такой момент изначально как биологическая субстанция мы все равны ну тело ну бела да да очка она одинаково у всех да в принципе ну за исключением определенных моментов там вот эти гнезда есть у кого-то как нет поэтому ну вот в теле человека также предусмотрены вот эти гнезда разъема они есть вот них показывают значит шейный отдел 7 шейный позвонок есть разъем наверно копчик есть разъем еще почему-то стопы две стопы разъема всегда больше это видно с чем связано типа но вот сейчас я вот эти четыре погода тут вот это это и две стопы да то есть это те разъемы за которые теоретически до может подключаться сущность но подключается на только тогда когда соответственно в этом месте есть дыра провал был пробой энергетический до если человек сам себя вибрационно опустил на агрессии на страхах переживаниях тут он напустил и плюс еще сейчас подожди сформулирую так интересно получается получается сам человек как он сам до руси что делает то есть понимаешь она не сама образовалась потому что он там опустился он сам ее выдолбливать той стороны ну своими эмоциями скорее всего это так мыслями эмоциями просто у меня такое ощущение идет меня такая картинка возникла знаешь как человек со стамеской стоит у камня и вот он эту стамеску в камень вставил молотком значит долбит прям так рьяно злостью какой-то с агрессией он дыру вот он пробивает но получается он сам себе пробивает дыру в этот момент но это можно сказать например человек на кого-то обиделся очень долгие годы ненавидит да там стива да 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 но обиды это вообще одна из таких самых коварных ну чтобы понимали как это переводится этот образ что еще то здесь знаешь вот у меня вот прям фраза даже есть вот он стоит молотком добых а вот на тебе да я тебе докажу я там тебя накажу я тебе покажу то есть это вот какое-то такое со злостью сейчас идет образ как извини как какой-нибудь этот насильник убийца тычет ножом в жертву да то есть человеку кажется что он другому сейчас докажет свою там я не знаю правоту или справедливость или что-то еще а получается в этот момент он вот сейчас мурашки мурашки он просто сам себя до такой степени ранит что делает сам себе вот этой стамеской молотком еще вдолбливает туда прям так прилично в свою энергетическую матрицу да вот через все тела пробоину конкретную делают и естественно через эту пробоину лишь уже но это как знаешь как стервяне как стервятники все налетели кому не лень ну да как судне на дне долбить это дно да ну то есть сам себе сидишь и делаешь долбишь друзья мы делаем выводы чё надо делать то если у вас пришла негативная эмоция по отношению кому-то благодаря даже выдохнула и любовь вот прям тогда вот как раз дырки-то будет и залечиваться то есть если я человек говорит благодарность за обучение этому человеку жесткому учителю вычерпал плюсы перевел этот опыт в положительный после вычерпывания плюсов тогда получается он сам себя лечит он исцеляет он закрывает эти дырки биологические в биополе но вот опять как я вижу на картинке здесь человек стоял развернутый другую сторону как назад да вот к этому камню которую пытается выдолбил ты знаешь меньше такое вот впечатление пришло что когда вот он стоит и долбит он как будто хочет сам выйти из тела у нас сам от себя отворачивается в сторону его защитные вот этой оболочки туда смотрит назад начинает ее со злостью долбить как будто сейчас я из кожи вон вылезу чтобы я только вот доказал что кто-то там неправ но получается он сам от себя отворачивается и уходит от себя то есть человеку надо развернуться лицом вернуться в исходное состояние да то есть как это обрести лицо вот так даже у меня обрести вновь лицо потому что когда мы злимся проявляем этот негативные эмоции мы теряем свой облик человеческий вот а тут надо вернуться повернуться лицом обрести вновь человеческий облик до вспомнить кто-то зачем ты здесь вдох выдох прийти в чувства и уже да вот в общем стамеску с молотком выкину трансформирует в цветочки так очень хорошо много ли их на планете земля-то берут ну на каждого человека мне кажется что четверо как минимум то есть получается как каждый пятый причем эти четверо ним . каждый пятый робот или камеры каждый человек человек четверо вот этих роботов если смотреть они как разные один то есть они как с разным вот этим обеспечением могут они уйдут вместе с матрицей 3d когда она уже по сути закончится здесь развитие они же создавали матрицы 3d для своего обслуживания для управления общей массой заберут ли они их с собой ты имеешь ввиду перестанут ли они воплощаться или не совсем поняла как они заберут они в принципе одноразовые ну не за массово вот говорят же человечество массового хотят уничтожить и то есть много человек уйдет отсюда людей с плотного плана так вот это по сути может быть до когда матрица будет уже завершаться да и много человек просто людей умрет ну просто закончит биологическое оболочка существовать они просто забирают ну то через опять же вот болезни всякие какие-то там другие ситуации а между как от всех такую ну да конечно это не исключено он в принципе всегда был и будет от всех вот имею ввиду что прям так разом взял и там половину всем накрыла ногу до большую часть ну это не сразу это постепенность в течение какого-то времени конечно не за один день и не за месяц и не за год даже ну здесь не весы показывают то есть все зависит от количества если будет перевес и ненужность ну как лишних кажется так грубо звучит наверное со стороны если будет перевес действительно лишних экземпляров то они в таком количестве не нужны то есть здесь все время нужно такой тоже баланс поддерживать ну просто они сожрут сами получатка гусениц много просто урожай сожжут ну можно так сказать потому что с одной стороны ими легко управлять если есть такая вот прям конкретно выстроена система дисциплина а с другой стороны да то есть если их распустить кого куда то здесь это не всегда оправданно поэтому надо это держать равновесие и для этого равновесия в принципе вот и придумывают всякие разные истории трагедии когда можно часть убрать ну просто я хочу сказать что вышестоящих инстанциях там вообще на это внимание обращают ну как бы сотни больше сотни меньше да это нам с человеческой точки зрения мы проявляем милосердие доброту до для нас это потери 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 а для них это прям вообще естественный процесс это как сорняки на огороде вот так же надо полуть полусь периодически что типа это ну да 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 вот пример сорняками то есть если сорняки не держать под контролем то они просто заполонят все культуры понятно ну и такую завершающую рекомендацию наверное для людей с душой для человека с душой по взаимодействию с биороботами в их окружении еще какое-то кроме инструкции то есть выяснить вот знаешь тут как бы просто все все равно их нужно любить они тоже являются частью нашего мира и вот тут главное чтобы не вешать каких-то шаблонов наверно ярлыков то ярлыков что вот этом роботы не робот то есть тут вопрос барни тут вопрос гордыни даже знаешь даже серьезно встает сша они того что я вам с душой а ты без ну да да это точно следите за этим можно же я очень легко вот это точно сейчас вопрос хотел задать а сами руб ты они понимают что не робот ну не скажут что ты робот упомянул все стоит я думаю что нет у него это вызовет недоумение сбой программы опять же ну ты знаешь есть такая мысль что опять же на отдельных экземпляров такая даже фраза может подействовать как отрезвляющая такая действительность побуждение к развитию денег развития до значит мы их относимся к ним с уважением с любовью как одной из форм жизни на земле да это такая же жизнь это живая субстанция имеющие конечно же изначальную искру творца то есть искра божественного творца света любви она есть абсолютно во всех живых существах даже не живых везде просто здесь идет вопрос ее качественного развития есть такие ну как более мелкие средние крупные более значимые дай мини значимые но при этом все это рождает собой целую цепочку механизм все друг для друга нужны и важны в развитии друг друга и обучение и кстати по поводу биологических оболочек опять же к ним нужно проникнуть с определенной долей благодарности потому что именно они в основном являются для человека до с душой как тренажерами для развития души для выхода да на новый уровень то есть благодаря им мы развиваемся мы растем и мы должны не относиться к ним как каким-то низшим до существам вот игру здесь гордыня прям вот может кому-то захлестнуть а здесь наоборот то есть с их помощью мы как с помощью какого-то такого классного инструмента можем достичь цели своих то есть должна быть благодарность и любовь жесткие учителя которые кармические это вот очень многие тогда получается биологический рот создает допустим донат отработать кармический какой-то урок из прошлого те конкретного жесткого учителя прям подсовывают оба запрограммирована то есть это тоже может такой вариант быть но который никогда не осознает что он плохо делает что он да 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 и тирана у ягру этих биологических оболочек у них тоже есть ой как у меня там стрелял никому-то браган на перепонку наш раз пока можно пошла туда а что у роботов есть разные варианты за программирование да есть те кто запрограммирована очень жестко ну то есть там без вариаций вообще никаких вариантов по выходу из этого состояния то есть просто вот запрограммировано они все на какой-то определенный паттерн поведения ну может тот же самый например серийный маньяк какой-то то есть он просто входит и делает свое дело не задумываясь там о жизни милосердия смысле то есть у него программа то есть он никаким осознанием не придет то есть его можно просто диструк ну как убрать и все а бывает маньяки с душой ну вот я тоже об этом подумала ты знаешь бывают у меня нет ни однозначного нет значит скорее всего игры совая оказывали до бывают но они как-то по другому они как-то отличаются от этих у этих как заш программа они как-то вот идут и просто вот как тебе сказать как как дрова рубит да я сегодня должен дров нарубить механически идет и друг рубит дрова у меня такой образ а те кто с душой если они встают на этот путь и это делают у них там тема любви замешанных какое-то побуждение это до первый момент намерений там какая-то еще нить стратегии тактики прослеживается такой серьезно это тоже для них такой знаешь элемент игры вообще что-то мне показывают душ таки азартные игроки короче в претенденты кстати опять ухо морза у меня кукловодов претендент да 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 то есть это такая более низкая ступень развития отбор такой да такая степень отбора отсев возрастить безжалостность вот так звуком урза это скрытая система передачи информации значит себе лично индивидуально передавали какой-то могут у меня в правое ухо два раза пока какие-то вопрос озвучивали она прям так табыта 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 там более длинные более короткие как передачи информации мы расшифровали это вот во время сеанса лимит или это потом террор шифровка придешь придет расскажешь ну я думаю что это в процессе когда я говорила то есть возможно это был акцент на то что ну какое-то важное оповещение. У меня такое было ощущение. Ощущение важности, что сейчас о чём мы говорим. Может быть, это секретная, кстати, информация. Может быть, не надо было об этом говорить. Сейчас такая мысль тоже пришла, кстати. Морза живёт не для всех, а только избранным конкретно по назначению. Чтобы её не перехватили. То есть Морза, она всегда идёт, чтобы дошла только до адресата. Для других это лишнее. Теперь осталось понять, кто лишний. Ну, если учесть, что эта информация была во время как раз про роботов, да. Мне почему-то, что больше всё относится к теме гордыни. всё-таки большое количество людей у нас ещё эту тему не до конца проработало или плохо проработало. И есть риск того, что этой информацией воспользуется ну, каждый с уровня своего восприятия, своего понимания. не всегда во благо. Поэтому здесь нужно проработать гордыню. Да, основной посыл, то есть я даже так скажу, что наверное, делить людей на категории в принципе опасно. тот хороший, тот плохой. Это всегда подразумевает вражду, соперничество, соревнования, ну и как следствие разрыв взаимодействия. А наша задача, как изначально, сейчас мы её мурашки нам показали, это взяться за руки без разделения на то, там есть у тебя душа, нет у тебя души, какого уровня у тебя душа, вообще не важно. Цель одна, ой, опять мурашки, цель одна, сохранить землю как общий дом для хорошего, да, гармоничного пребывания всех тех душ, которые когда-то будут ещё здесь воплощаться. Очень хорошее напутствие для нас всех. Всегда рядом парапсихолог Полина Сухова.